Теории, теории, категорий. Сейчас, секунду. Появилась она в начале 20 века, и появилась она из дебри математики. Была такая, и до сих пор есть наука, под названием алгебраическая топология. Не хочу детально рассказывать о том, что это такое, но смысл в том, что там люди изобрели такие гомологии. И изобрели очень много разных гомологий, там сингулярные, симплециальные, клеточные, приведенные. И они не могли... Они понимали, что это все одно и то же более-менее, но не могли это сформулировать. Не было языка математического, на котором можно сформулировать тот факт, что это все одно и то же, что гомология, и там, и там гомология. Вот. И вот в попытке все эти вещи сформулировать, в 40-х годах Эйленберг и Макклейн стали давать определение таких вещей, как категория, функтор, естественное преобразование. И чуть позже, собственно, появилась аксиома Эйленберг и Гостинрода, которые решали поставленную задачу, что такое гомология. Они определяли это на языке теории категорий. Вот. Но математики быстро сообразили, что штука новая довольно удобная, довольно полезная. И в 50-е, 60-е годы случился бум алгебраической геометрии. Что такое алгебраическая геометрия? Там народ пытается разобраться с тем, вот вы решаете систему уравнений из полиномов, да, от нескольких переменных. Что вы можете сказать про свойства решений этой системы, да, это может быть там, ну, какое-то множество в многомерном пространстве. Что вы можете про него сказать? И к середине 20-го века очень-очень-очень сложной стала эта наука. Совершенно невозможно было ни в чем разобраться. Постоянно стали выпускаться статьи, которые друг другу противоречат. Вот. И Гротендик и другие решили переформулировать все подчистую. И вместо науки о системах полиномиальных уравнений это стало там наукой о каких-то когерентных пучках коммутативных колец. Ну, не очень важно, чем она стала. Важно, что она полностью основана на теории категорий, там без нее вот вообще никак. Вот. В 60-е годы Маклинин определил там моноидальные категории, два категории, еще много всего. Мы попозже поговорим о них. Также в 60-е Лавер стал связывать теорию категории с логиками, с логикой, с фундаментом математики. Вот топосы – это такие категории, которые можно использовать вместо категории множеств для того, чтобы делать в них математику, например. Тоже в 60-х придумали алгебраическую квантовую теорию поля. Это... Ну, вот когда квантовая теория поля появилась, ее стали... Она очень неформальная, и до сих пор, вот, допустим, вы, наверное, слышали о проблемах тысячелетия. Вот одна из них говорит там что-то про калибровочные поля Янга-Милса. Если по-человечески эту проблему формулировать, это что-то в духе дать математический формализм для квантовой теории поля. Вот. Задача не новая. Один из подходов был предложен еще в 60-е, и он тоже базируется на теории категории. То есть там говорится, что квантовая теория поля – это, ну, какой-то там функтор куда-то. Вот. Ну, как видите, уже в 60-х очень много чего происходило в теории категории. Дальше было еще больше, и до сих пор очень много всего интересного происходит. Это все, конечно, за один слайд никаким образом даже за одну лекцию не описать. Давайте о том, что такое категории. Вот. Еще, допустим, древние греки изучали целые числа. Математики где-то 19-20 веков заметили, что гораздо интереснее изучать не одно целое число, а все их вместе. Они образуют некую математическую структуру, которая называется кольцом. Да? И вот вместе целиком их изучать гораздо интереснее. Больше можно сказать. Больше структуры можно найти. Да, аналогично, там, вместо того, чтобы изучать конкретные вещественные числа, можно изучать все их множество, как вот цельный объект. Вместо непрерывной функции, да, в 20-м веке придумали изучать пространство всех непрерывных функций, так появился там функциональный анализ, грубо говоря. Вот. Вместо конкретных алгебарических структур придумали называемую универсальную алгебру. Изучать любые структуры с произвольными операциями и аксиомами. Вот. А если я хочу изучать, допустим, множество всех колец или множество всех полей, или множество всех пространств, или еще что-нибудь такое. Что это будет за объект? Ну, вот это будет категория этих колец, полей, пространство и так далее. То есть, в каком-то смысле, категория – это следующий этап обобщения. Да, мы, там, кольцо целых чисел, это вот все целые числа собрали в одну кучку. Теперь я беру все кольца, собираю в одну кучку, получаю категорию колец. У слова множества стоит звездочка, потому что, конечно, кольца поля и пространства множества никакого не образуют, они образуют класс, но для этой лекции это неважно. Это технические моменты, которые, если технично заниматься теорией категории, надо все, конечно, понимать и понимать, что из них следует, но для нашей лекции это будет не принципиально, поэтому не обращайте внимания на множество всех колец и так далее. Вот, давайте дадим определение, чтобы был какой-то контекст, чтобы вы понимали, о чем говорим. Значит, категория определяется несколькими вещами. Во-первых, это некоторый набор объектов. Я опять, звездочка у слова набор означает, что это множество, это может быть класс, это может быть, там, ну, в общем, не принципиально стоит. Это, опять же, технический момент, не очень важный. Значит, категория — это набор объектов. И для каждой пары объектов набор морфизмов между ними. Их еще называют стрелками, их можно называть функциями, их можно называть гомоморфизмами, чем только их не называют. Я буду обычно говорить слово морфизм. Для морфизмов задана композиция, так же, как для функций, например, между множествами. Да, если есть функция из x в y, и есть функция из y в z, то есть их композиция. Функция из x в z. Ну и, конечно, какие-то аксиомы накладываются, что композиция ассоциативна, то есть если у вас есть композиция большой последовательности функций, то неважно, как вы их скобки расставите. Порядок важен, а как скобки расставить, неважно. И для любого объекта существует тождественный морфизм. Правильно сказать, не отображение. Ну, опять я сказал, тут взаимозаменяемые слова морфизм, отображение, стрелка, функция и так далее. Снизу написаны условия, выражающие тот факт, что это тождественное отображение. То есть оно является нейтральным элементом относительно композиции. Сразу здесь полезно заметить, что в определении используется равенство морфизмов, вот там, где говорится про композицию, про ассоциативность композиции и про условия на тождественное отображение. Но нигде не используется равенство объектов. Вот. И это довольно принципиальный момент. Несмотря на то, что обычно вот в категориях, с которыми математики работают, объекты сравнивать действительно можно, но их сравнивать не нужно. Это нужно понимать, что это такой как бы вредная операция, что гораздо важнее, если объекты изоморфные или нет. Что значит изоморфизм, мы чуть-чуть попозже скажем. Вот. Обычно в теории категории вот такие вот большие равенства с композициями не пишут, а рисуют картинки. Объекты обозначают ну какими-нибудь буковками, да, и стрелочками между ними обозначают морфизмы. Так очень удобно записывать практически все возникающие какие-то уравнения, условия, факты. Вот. И есть такой термин как коммутативная диаграмма. Вот такая такая картиночка с объектами и стрелочками между ними, соответствующими объектам категории и морфизмам категории. Называется диаграммой. Она называется коммутативной, если проход вдоль любого пути с одним началом и одним концом, если взять любой путь из одного фиксированного объекта в другой и взять композицию всех морфизмов вдоль этого пути, то вот вне зависимости от пути получится в результате композиции одна и та же функция. Один и тот же морфизм. Вот. Если не уловили, сейчас не так важно, как я уже говорил, лекция все-таки обзорная, но тем не менее надо было сказать. Вот коммутативными диаграммами очень удобно выражать свойства. То есть вкратце коммутативность некоторой диаграммы говорит о том, что какие-то композиции равны каким-то другим композициям. Вот и все. Вот так можно, например, выразить как коммутативную диаграмму свойства ассоциативности. У нас здесь три морфизма F, G и H. И вот есть несколько способов пойти по ним в разном порядке. И вот ассоциативность она как раз говорит, что не важно в каком порядке вы будете расставлять скобки. Условия на тождественное отображение тоже можно выразить коммутативной диаграммой. Мы из X в Y можем пойти сразу по F по диагонали, а можно сначала применить тождественное отображение и пойти вниз, а потом пойти вправо и применить отображение F. И вот условия, что тождественное отображение действительно тождественное, выражаются тем, что эти два пути эквивалентны. В том смысле, что композиция вдоль них дает один и тот же морфизм. Этим морфизмом будет сам F. Об один, допустим, из X в Y ко второй из X в X. Если их композиция дает тождественный морфизм, то они называются обратными друг к другу. Да, прошу прощения, я здесь не до конца написал. Нужно, чтобы еще композиция... Здесь, вот на этой коммутативной диаграмме написано, что G композиция F это тождественный морфизм на X. Нужно, чтобы еще F композиция G была тождественным морфизмом на Y. Иначе это слабое условие. Ну, не так важно. И это, конечно, очень важно, но опять же, прочитайте об этом где-нибудь, если что. Вот. Мораль в том, что объекты, между которыми существует обратимый морфизм, называются изоморфными. Ну, а сам такой морфизм называется изоморфизмом. Вы наверняка встречали где-нибудь в математике уже изоморфизмы разного рода. Мораль теории категории в том, что изоморфные объекты это более-менее одно и то же. Они почему-то по-разному называются, эти объекты, но на самом деле это одно и то же. Давайте посмотрим, например, категории. Вот такая самая типичная, может быть, категория. Типичная в том смысле, что про нее думать удобно. Категория множеств. Да. Здесь важно сказать, что описывая категорию, недостаточно описать ее объекты. нужно описать, что является морфизмами. Вот в данном случае под морфизмами понимаются произвольные функции. Произвольные функции между множествами. Категория групп. Морфизмами являются гомоморфизмы групп. Категория колец. Морфизмы — это гомоморфизмы колец. Категория векторных пространств над фиксированным полем. Морфизмы — это линейные операторы. Категория топологических пространств, морфизмы — это, например, непрерывные функции. Хотя тут огромный простор для того, что назвать морфизмами, и получается очень много интересных категорий, и все они используются в топологии реально. Можно брать только холздорфовые топологические пространства. Если не знать, что это такое, неважно. Можно брать категорию метрических пространств и непрерывные отображения, а можно брать другую категорию. Опять же, объектами являются метрические пространства, а отображениями являются, например, изометрии. То есть функции, которые сохраняют значение метрики, сохраняют расстояние. Можно брать категорию графов, например. Объекты — это графы, а морфизмы — это гомоморфизмы графов. То есть функции на вершинах и на ребрах, которые сохраняют отношение инцидентности между вершинами и ребрами. Короче говоря, берете любые математические объекты одной природы, почти наверняка между ними есть способ устроить какие-то стрелочки, какие-то морфизмы, какие-то преобразования туда-сюда, вы получаете категорию. И часто это очень много разных способов это сделать, много разных интересных категорий можно получить. Еще примеры категории. Если возьмете категорию, в которой только один объект, то, по сути, у вас остаются только морфизмы. И они все из одного объекта самого себя, поэтому можно у них и всех брать композицию. Она ассоциативна и есть тождественный элемент. Короче говоря, это просто маноид. Опять же, опуская всякие фокусы с тем, что там морфизмы в категории могут не образовывать множество и так далее. О чем я говорил на первых слайдах. Если в такой категории с одним объектом у вас все морфизмы обратимы, то есть все морфизмы являются изоморфизмами, то мы получаем в точности определение группы. То есть морфизмы вот этой категории будут образовывать группу. Любой предпорядок можно превратить в категорию. Предпорядок – это множество, на котором задано отношение рефлексивное и транзитивное. То есть для того, чтобы быть порядком, этому отношению не хватает антисимметричности. Вот, элементы этого предпорядка назовем объектами категории. И скажем, что если один элемент меньше либо равен второго, то между ними существует один морфизм. Получится категория. Тоже такой, как бы это выглядит как просто переформулировка чего-то непонятного, но на деле это тоже используется, это применяется, это возникает в реальности. Можно взять произвольный граф, его вершины взять в качестве объектов. В качестве морфизмов взять пути между вершинами. В качестве композиции будет выступать как раз композиция путей. Тоже получается интересная, важная категория. Она еще называется свободной категорией, порожденной графом. Вот очень важный пример мы видим на слайде. Пустая категория. В ней ничего нет. Ни одного морфизма, ни одного объекта, ничего. Почему нет? Категория, в которой ровно один объект и ровно один морфизм. Это тождественный морфизм, который должен существовать по аксиомам категории. Пожалуйста. Тоже очень важная категория. Она, конечно, опять же, важна не потому что, не сама по себе, она важна тем, как она связана с другими категориями, что такое функторы из нее в другие категории и так далее. Категория с двумя объектами и тоже два морфизма по одному тождественному на каждый объект. Категория с двумя объектами и еще одним морфизмом из одного во второй. Вот такая категория. Ну, то есть, вы можете просто рисовать какие-то графы и уже получать интересные категории. Они наверняка будут важными в том или ином смысле. Вот еще интересный пример. Возьмем более-менее любую логическую систему и возьмем ее высказывание в качестве объекта в категории. Здесь вот мы с Даней Рогозиным на днях обсуждали. Есть разные способы вводить морфизм. Можно считать, что морфизмы – это отношение выводимости. То есть, из одного высказывания в другое есть морфизм, если из первого, ну, в предположении первого выводимо второе. Получится то, что на предыдущем слайде, нет, не на предыдущем, несколько слайдов назад называлась категория предпорядка. А можно в качестве морфизмов брать сами доказательства. И тогда, так как может быть много доказательств одного и того же факта, в предположении другого факта, то и морфизмов будет много. Ну, а композиция – это будет склейка доказательств, грубо говоря. Можно брать категорию типов какой-нибудь системы типов. Объекты – это типы, а морфизмы – это, собственно, термофункции. И вот, собственно, пример важный для вашего курса. Можно брать категорию типов языка Haskell. Можно брать функции между этими типами в качестве морфизмов. Получится категория, которая обычно обозначается как Haskell. На самом деле, с тем, чтобы считать Haskell категории, есть очень много технических трудностей. Мы об этом поговорим в конце и поговорим, что из этого следует. Из этого очень много интересного следует. Но даже если закрыть глаза на эти трудности, много полезного можно из этого извлечь, много можно сказать. Я хочу сделать акцент на том, что для большинства приложений теория категории… Вообще не только теория категории, очень много есть математики, которые… Вот люди часто спрашивают, здорово, а зачем это все нужно, где это применяется и так далее. Важно понимать, что, во-первых, математика часто не применяется напрямую. Она применяется где-то в другой математике, которая применяется в какой-то третьей математике, которая еще через несколько шагов в итоге приводит к тому, что мы там какие-нибудь дифференциальные уравнения решать умеем. И еще очень часто математика применяется просто как языкописание. И вот это особенно верно для теории категории. Потому что в терминах теории категории очень многие вещи гораздо проще формулировать, гораздо понятнее становится просто, что происходит, если вы просто переведете какие-то вещи на язык теории категории. Может быть, например, буквально из того, что я относительно недавно изучал, какие-нибудь внешние алгебры или алгебры Клиффорда, если считать, что это алгебры, то немножечко непонятно, что происходит. Но если считать, что это градуированные алгебры, то сразу гораздо понятнее, как они себя должны вести по отношению к каким-то другим конструкциям. То есть, другими словами, уже понимать, в какой категории вы работаете, даже не применяя никакой теории категории. Просто понимать, в какой категории вы должны работать, это уже может дать пользу, это уже может прояснить какие-то вещи. В теории категории есть несколько результатов, которые, ну, наверное, практически везде могут быть полезны, куда только не приложить теорию категории. Но это в основном такие вещи, как лемо-янеды, сопряженные функторы и теоремы всякие о сопряженных функторах, теоремы о существовании пределов. Ну, в общем, есть некоторые результаты, которые, ну, можно применить буквально везде. Есть некоторые науки, как правило, математического характера, которые в современном виде просто без категории невозможны. То есть, ну, вот про алгебрическую геометрию я уже говорил, про алгебрическую топологию. В ее основе, конечно, лежит алгебра и топология, как ни странно, но если вы чуть-чуть более серьезно и начнете заниматься, там тоже теория категории повсюду. Там все сводят к вычислениям в каких-нибудь тябелевых категориях. Да. Я хочу подчеркнуть, что сейчас очень активно идет распространение реального применения на другие области. Вот буквально я в Твиттере читаю человека, который занимается применением теории категорий к теории игр и к экономике, например. И есть в Университете Калифорнии, в Риверсайд, человек, Джон Байес. Он буквально руководит целым отделом, который занимается прикладной теорией категорий. И там вот у него много учеников, которые что-то куда-то пытаются применить. Для программиста, наверное, важно вот что. Хотя это важно и для математиков тоже. Теория категорий, она не столько теория, сколько такая огромная башня из абстракций. Очень сильно разветвленных абстракций. И ее сила в том, что она указывает на то, какие абстракции правильные, а какие нет. И за счет этого она помогает лучше понимать, что происходит. Помогает проектировать какие-нибудь интерфейсы, например, что, опять же, важно для программистов и так далее. Давайте попробуем поопределять какие-нибудь вещи в теории категории, просто чтобы вы посмотрели, как это делается, и увидели какие-то более живые, может быть, примеры. Вот есть такая вещь, как начальный объект в категории. Он обозначается обычно вот таким перевернутым T. Вы, наверное, если у вас был курс логики, вы, наверное, этот символ встречали. Иногда он обозначается нулем, иногда единицей, ну, зависит от контекста. Это объект в категории такой, что из него в любой другой объект, не обязательно другой, просто в любой объект, существует ровно один морфизм. Вот. Это просто определение. Начальный объект не в любой категории существует, но часто существует. И если он существует, то любые такие объекты изоморфны. Это можно, ну, считайте упражнением, я не знаю. В категории множеств это пустое множество, к примеру. Потому что из пустого множества в любое другое множество есть ровно одна функция. Это пустая функция, которая ничему, ничего и не сопоставляет. В категории групп это тривиальная группа. То есть группа, в которой ровно один объект, это нейтральный элемент. В категории векторных пространств. Это начальный объект, там будет нульмерное векторное пространство. В категории husk начальным объектом будет аналог пустого множества. То есть любой тип, у которого нет элементов. Например, data void. А вот морфизм из data void в любой тип называется, по-моему, absort. Я сегодня смотрел на хэкэджи. Терминальный объект категории. В него из любого объекта существует ровно один морфизм. Тоже не обязан существовать. Во многих категориях он существует. Любые два терминальных объекта из аморф. В категории множеств это любое одноэлементное множество. Здесь черный кружочек, им обычно обозначают что-то, не важно что. Терминальным объектом будет любое множество, у которого ровно один элемент. В категории групп это опять будет тривиальная группа. В категории векторных пространств это опять будет нульмерное пространство. То есть, как видите, совершенно не обязательно разные определения дают разные объекты. Да, вот терминальные начальные объекты в категории группов, в категориях векторных пространств совпадают. В категории хаск роль терминального объекта будет выступать, будет играть, ну, на самом деле, любой тип, у которого ровно один элемент. Ну, например, тип юнит, да, пустой тапл, пустой кортеж. Полезно заметить, что определение терминального объекта получается напрямую переворачиванием стрелок из определения начального объекта. Мы на этом еще заострим внимание чуть позже. А можно какой-нибудь пример морфизма запросить? Прошу прощения, пример чего? Пример морфизма. Типа, ну, зафиксируем какой-нибудь объект и применим к нему что-нибудь, получим терминальное. Не очень понял, в каком смысле применим к нему. Ну, в смысле, что вот терминальный объект, для любого объекта существует морфизм, который вот приводит его к терминальному. Да, да. Вот, можно пример по преобразованию? Ну, как вот морфизм выглядит? Ну, например, в хаскеле, да, это будет функция полиморфная, которая принимает что угодно и возвращает пустой тапл. Окей. Спасибо. Вот, например, очень важное определение. В любой категории можно определить, оно не обязательно существует, опять же, определить произведение двух объектов. Значит, здесь уже может показаться определение довольно техничным. Опять же, лекция обзорная, ничего страшного, если вы не поймете. Этим нужно заниматься и медитировать над этим, чтобы разобраться в том, что происходит. Определение такое. Значит, если у нас есть два объекта, x и y, то их произведением называется некий объект, который здесь по центру обозначен x, крест y, из которого есть отображение в x, вот оно влево идет, и в y, оно вправо идет, которые называются проекциями и которые на самом деле являются, ну, как бы, частью определения произведения. И они удовлетворяют такому свойству, что для любого другого объекта, а, и любых других морфизмов из а в x и из а в y, существует единственный морфизм из а в x крест y, такой, что вот вся эта диаграмма коммутативна. Что означает коммутативность этой диаграммы? Она означает, что вот этот морфизм левый из а в x, он равен композиции сначала из а в x крест y, а потом налево в x, ну, и аналогично справа. Иногда говорят об этом таким образом, что любые два морфизма из а в x и в y факторизуются через морфизм в x крест y. То есть они раскладываются на, ну, в каком-то смысле раскладываются на множители, в смысле композиции. В категории множеств этим произведением будет обычное декартовое произведение множеств. В категории групп это будет произведение групп, в категории векторное пространство это будет произведение пространств, которые обычно все-таки называют прямой суммой пространств, но это то же самое. В Хаскеле, если у вас есть два типа x и y, то их произведением будет тип пар из элементов x и y. Можно, пожалуйста, повторить с квантерами? Мне очень понятно. Сначала существует единственный морфизм из A в x и y, такой, что для любого морфизма из A в y. Или для любого... Короче, как квантер? Да, да, важное замечание. Для любого объекта A и любых двух морфизмов из A в x и из A в y существует единственный морфизм из A в x и y. Вот так. Все, спасибо. Существование в конце идет. Да. Спасибо. Опять же, переворачиванием стрелок получается определение копроизведения. Иногда его называют суммой объектов. Не буду целиком продиктовывать условия, но так же звучит, просто все стрелки в другую сторону. Категории множеств — это дизъюнтное объединение множеств. В категории групп — это свободное произведение групп. Здесь вот есть некий общий такой паттерн, что для всяких вот категорий, идущих из алгебры, типа там моноиды, группы, кольца, алгебры, векторные пространства, еще что-то, произведение — это всегда декартовое произведение. А копроизведение — это как повезет. Обычно, если вы работаете с чем-то коммутативным, то копроизведение — это что-то очень простое, иногда совпадающее с произведением. Если вы работаете с некоммутативными объектами, например, с группами или с произвольными алгебрами, то их копроизведение — это какая-то дичь. То есть это действительно очень, ну, такая громоздкая конструкция, она страшная. Для векторных пространств все просто. Копроизведение совпадает с произведением. В хаскеле это тип either. То есть или первое, или второе. Да, как я уже сказал, копроизведение получается переворачиванием стрелок. И в теории категории очень много, что получается переворачиванием стрелок. И вот это то, что мы перевернули, будет называться ко, и потом название того, что было до этого. Вот так образуется название копроизведения. Давайте поговорим дальше о всяких определениях. Слово «функтор» вы уже встречали, наверное, как минимум, в хаскеле. Функтор — это некое отображение между двумя категориями. Здесь C и D — это категории. Функтор переводит объекты категории C в объекты категории D. И еще он переводит морфизмы между объектами X и Y в морфизмы между объектами F от X и F от Y. Здесь сразу скажу, одной и той же буквой F обозначаются две разных вещи. Отображение на объектах и отображение на морфизмах. Так практически везде делают, потому что обычно из контекста понятно, что имеется в виду. К объекту вы примените или к морфизму, поэтому не так страшно. Конечно, есть некая аксиома, которая накладывается на функтор. Он обязан переводить композицию в композицию. Это можно вот такой коммутативной диаграммой сказать. Вот правый треугольничек, то, что это будет коммутативная диаграмма, в точности означает, что F от G композиция F маленькая совпадает с F от G композиция F от F. И он обязан переводить тождественное отображение в тождественное отображение. Ну, то есть в каком-то смысле это такой морфизм категорий. Ну, как в каком-то смысле. Мы можем взять категорию всех категорий, в качестве морфизмов взять функторы, ну и получится закрыть глаза опять на то, что категория всех категорий – это объект, с которым возникают те же проблемы, что с множеством всех множеств и так далее. Но в целом это хорошая рабочая конструкция. По-другому можно сказать, что функтор переводит... Ну, не по-другому. Из свойств функтора следует, что он переводит любые коммутативные диаграммы в коммутативные диаграммы. Да, коммутативность левой и правой диаграммы вот написана на языке, ну, таком более алгебраическом внизу. Также из свойств функтора следует, что он переводит изоморфизма в изоморфизма. И, соответственно, изоморфный объект он переводит в изоморфный, что очень полезно. Это можно, например, использовать в той же алгебраической топологии, например, в обратную сторону. Если вы видите два объекта и вы не понимаете, изоморфны они или нет. Но у вас есть какой-то функтор, который превращает эти объекты в какие-то объекты гораздо проще. Например, топологические пространства превращают в абелевые группы. Это ровно то, чем занимаются гомологии. Да, вот вы не понимаете, сфера и бублик это одно и то же или нет. Вы применяете к ним функтор каких-нибудь вторых гомологий и видите, что у вас группа целых чисел и группа какая-нибудь тривиальная. И вы понимаете, что это не изоморфные вещи, значит, и исходные вещи были не изоморфны. Ну, давайте какие-нибудь примеры функторов назовем, чтобы не было так скучно. Я уже, конечно, назвал как пример гомологии, но это, наверное, не самый близкий вам пример. Вот тождественный функтор. Он действует из категории С в эту же самую категорию С. Он переводит любой объект в этот же самый объект. Он переводит любой морфизм в этот же самый морфизм. Постоянный функтор. Он переводит все объекты, ну, какой-то категории С в один и тот же объект категории D. Это не обязательно другая категория, да, это в общем случае другая категория. И все морфизмы он переводит в тождественный морфизм на этом единственном объекте. Тоже звучит как, ну, какая-то дурость, но на практике, когда вы этот морфизм начинаете как-то компоновать с другими функторами, какими-то там категории запятой строить, получается интересная вещь. Вот полезный функтор множества-подмножеств. Он переводит любое множество в множество его подмножеств. А функции, допустим, функция f, действующая из множества x в множество y, он сопоставляет ей функцию на подмножествах, которые переводят подмножество в его образ под действием функции f. Есть такие вещи, как свободные функторы. Свободный в том смысле не удовлетворяющий никаким дополнительным аксиомам, грубо говоря. Вот вы, наверное, знаете про свободные моноиды слов. Можно взять любое множество, сказать, что это множество будет моим алфавитом. Построить по нему свободный моноид слов. Из этого алфавита. Также можно делать свободные группы, свободные кольца и вообще любую алгебрическую структуру на самом деле. Есть тесно связанные со свободными функторами забывающие функторы. Вот, например, функтор из категории групп в категории множеств. Который в группе сопоставляет просто множество ее элементов и забывает, что в этой группе были какие-то умножения, обратные были элементы, забывает всю эту структуру, оставляет только множество элементов. Я в этой лекции не буду говорить ничего про сопряженные функторы, но на самом деле свободные функторы будут левыми сопряженными к забывающим. Тут в чате появился вопрос, от чего моноид свободный, в каком смысле от чего. Ну, берете любое множество, любой алфавит, и строите по нему множество слов произвольной длины. В качестве операции берете конкатенацию слов. Получается то, что называется свободным моноидом. Пустое слово будет являться нейтральным элементом. Ну да, можно считать, что это списки с операцией конкатенации. Вот забавный пример. На каком-то слайде до этого я показывал, что любому предпорядку, ну и, соответственно, любому порядку тоже, в частности, можно поставить категорию. Вот если у вас две категории таким образом полученные, из каких-то, например, упорядочных множеств, то функторы между ними — это в точности монотонная функция. Нет, вру, это не просто монотонная функция, это возрастающая функция, прошу прощения. Если категории — это категории с одним объектом, у которых морфизм образует моноид или группу, то функторы между двумя такими категориями — это в точности гомоморфизм соответствующих моноидов или групп. Ну а в Haskell'е функторы — это вы уже знаете, что это. Это в категорном смысле это функторы из категории Haskell, саму себя. И вот fmap — это ровно то, что делает отображение на морфизмах. То есть, например, функтор maybe. Сам maybe — это конструктор типов, да, он берет один тип и возвращает другой. И это отображение на объектах. А fmap для maybe — это отображение на морфизмах. Есть такое понятие, как изоморфизм категорий. По аналогии. Если у вас есть два функтора, один из категории CFD, а другой в обратную сторону, и их композиция — это тождественный функтор, то такие функторы называются изоморфизмами, а две категории называются изоморфами. Но если мы посмотрим сюда внимательно, то в строке под номером 22, ну, в уравнении под номером 22, используется равенство объектов. А мы говорили, что равенство объектов — это плохо, это не очень здорово. И на самом деле, вот прям строго изоморфных категорий не то чтобы не бывает, но их довольно сложно получить. Их можно получить, но на практике это бывает не очень полезно. Надо заменить здесь каким-то образом равенство на изоморфизм. Но сказать просто, что g от f от x изоморф на x недостаточно. Нужно... Ну, то есть, если у вас просто будет для каждого x такой изоморфизм существовать, этого недостаточно, это тоже очень слабое определение. Нужно, чтобы оно было в каком-то смысле... Чтобы этот изоморфизм работал одинаково по всей категории. И это приводит нас к понятию эквивалентности категорий. И чтобы его определить, нужно определить естественное преобразование. Если вы помните, на одном из первых слайдов естественные преобразования появлялись. Они появились сразу же, как только появилась теория категории, Эйленбергом и Маклейном придуманная. И естественные преобразования были выделены курсивом. Есть цитата, не помню, правда, кого, Маклейна или Эйленберга, что, мол, придумали они всю эту науку именно для естественных преобразований. То есть, естественное преобразование – это центральное понятие вообще для всей этой науки, самое важное, самое часто встречающееся, самое полезное. Что такое естественное преобразование? Функторы действуют между двумя категориями. Естественное преобразование действует между двумя функторами. Значит, если у нас есть категория С, есть категория Д, есть два функтора, F и G, действующих из категории С в категорию Д, то мы можем определить между ними естественное преобразование ЭТО. Их почему-то очень часто обозначают греческими буквами. Вот я тоже здесь обозначил. Что это такое? Это набор морфизмов. Значит, естественное преобразование – это набор морфизмов в категории Д, параметризованных объектами категории С. То есть для каждого объекта Х из категории С, это с индексом Х, это морфизм из F от Х в G от Х. То есть это морфизм объектов в категории Д. И он обязан удовлетворять какому-нибудь вот такому условию. Посмотрите на него несколько секунд, я уже не хочу детально сюда влезать. Здесь, опять же, как я уже говорил, лекция обзорная, здесь невозможно успеть это все объяснить по-человечески. Этим нужно заниматься, чтобы понять, что здесь, ну, понять, почему то, что здесь написано, это важно. Вот пример такой, жизнеутверждающий естественного преобразования. Определитель матрицы. Здесь M от N и R – это алгебра матриц размером N на N, у которой коэффициенты берутся из кольца R. Если не знаете, что такое кольцо, ну, не так важно, можете считать, что это поле. Ну, в общем, это алгебраическая структура, где можно складывать, умножать, вычитать вот это все. Значит, чтобы говорить об определителе как о естественном преобразовании, нужно сказать, в какой категории мы имеем в виду. Ну, давайте думать, что это категория моноидов. Да, давайте забудем, что матрицы можно складывать. Будем помнить только, что матрицы можно умножать. И что скаляра из R тоже можно только умножать. Тогда определитель – это гомоморфизм моноидов. Вы должны были проходить на линейной алгебре, что определитель произведения матриц равен произведению определителя. Так вот, на самом деле, определитель – это не просто гомоморфизм моноидов, это естественное преобразование. Мы можем каждому кольцу R сопоставить моноид в матриц, а можем сопоставить кольцо R, ну, то же самое кольцо, только с забытым сложением. Да, два таких функтора. Если у нас есть отображение F между кольцом R и кольцом S, ну, например, вы берете целые числа в качестве R и берете вещественные числа в качестве S. И F – это просто отображение вложения. То есть целые числа вкладываются в вещественные. Множество целых вкладывается в множество вещественных. Тогда вы можете то же самое применить ко всем элементам какой-нибудь целочисленной матрицы. И думать про эту матрицу уже как вещественную матрицу. Вот. И тогда вот такая диаграмма всегда будет коммутативной. То есть определитель – это естественное преобразование. Например, отсюда сразу следует... Если в качестве F взять комплексное сопряжение, то мы получим такой факт, что определитель комплексно-сопряженной матрицы совпадает с исходным определителем. Ну, то есть можно сначала взять комплексно-сопряженную матрицу, а потом у нее посчитать определитель, а можно наоборот – посчитать сначала определитель, а потом взять комплексное сопряжение. Это одно и то же. Другой пример. Можно взять целочисленную матрицу А, взять все ее элементы по модулю P, то есть начать работать в кольце вычетов по модулю P, и уже в этом кольце посчитать определитель. Или сначала посчитать определитель как целое число, а потом уже его взять по модулю P. Ответ получится тот же самый. Разумеется, эти факты были известны задолго до появления теории категорий. И мораль не в том, что здесь теория категории помогает что-то узнать, открывает какие-то факты. Нет. Мораль в том, что естественное преобразование – это очень частый объект. И что часто бывает так, что большое количество вроде бы разных фактов на самом деле можно выразить тем, что какая-то штука является естественным преобразованием. или является функтором, или что-нибудь в таком духе. И вот эти две формулы верны, потому что определитель определяется всегда одной и той же формулой. Определитель матрицы А, Б, Ц, Д 2 на 2 – это всегда А, Д минус Б, Ц. Абсолютно не важно, что такое А, Б, Ц и Д. Откуда вы их взяли. Формула всегда одна и та же. Вот это общая мораль какая-то, что естественными преобразованиями являются какие-то формулы, которые каким-то общим образом задаются, вне зависимости от того, к чему они применяются. В Хаскеле есть очень хороший пример того, что задается общей формулой, вне зависимости от того, к чему она применяется. Это параметрические полиморфные функции. И вот на самом деле, в нашем соответствии Хаскеля и теории категории, такие параметрические полиморфные функции как раз и будут примерами естественных преобразований. Так, ну мы хотели определить эквивалентность категорий. Мы определили естественное преобразование. Я напомню, что естественное преобразование – это набор морфизмов, параметризованных объектом. Вот если все эти морфизмы – изоморфизмы, то есть если они все обратимы, то такое естественное преобразование называется естественным изоморфизмом. То есть у вас есть какие-то два функтора, и между ними есть естественный изоморфизм. То есть эти функторы вроде как разные, но на практике это практически одно и то же. То есть вы смотрите на одну и ту же вещь, но просто с разных сторон. И мы теперь готовы определить эквивалентность категории. Категория эквивалентна, если существует два функтора в одну и в другую сторону. Такие, что их композиции не обязательно равны тождественным функторам, но они им изоморфны. Естественные изоморфны. То есть существует некое естественное образование. То есть если это разворачивать, что это означает? Это означает, что у нас есть какие-то наборы морфизмов, формитризованные объектами ИЦ и ИД, и что они удовлетворяют каким-то коммутативным диаграммам. Если тут развернуть, то будет большое определение. Можно понимать эквивалентные категории так. Например, у вас в одной категории один какой-то объект, и ему никто не изоморфан. Но в эквивалентной категории ему соответствует целое, не знаю, бесконечное множество объектов, которые все между собой изоморфны. Тогда мы не сможем установить точный изоморфизм между такими категориями, но мы сможем установить эквивалентность. То есть у них может быть в двух эквивалентных категориях разное количество объектов друг к другу изоморфанных, но остается все равно суть категории. Есть такой достаточно техничный фокус – брать скелет категории. Вы из всех объектов, точнее, для каждого класса изоморфизмов объектов, то есть вы взяли пачку объектов, все из которых друг к другу изоморфаны, и больше никто не изоморфан снаружи. И из этой пачки взяли только один объект. И вот из каждой пачки выбрали по одному объекту, по одному представителю класса изоморфизма. И вот все морфизмы, которые между этими объектами были, оставили. Это называется скелетом категорий. То есть по любой категории можно построить скелет. И можно доказать всякие теоремки простенькие о том, что любая категория эквивалентна своему скелету, и что две категории эквивалентны, если их скелеты изоморфны. Такой технический способ доказывать эквивалентность категории. Мы говорили о том, как вещи одни получаются переворачиванием стрелок из других вещей. Это можно формализовать таким объектом, как двойственная категория. Суть двойственной категории в следующем. Мы берем какую-то категорию, категорию С, строим по ней новую категорию. Объекты этой категории те же самые, морфизмы тоже те же самые, но мы их просто формально думаем про них, как будто они действуют в другом порядке. То есть у вас была... Смотри, не в другом порядке, а в другую сторону. Например, у вас была функция деления пополам из целых чисел в рациональные. Допустим, в категории множеств. Вы берете те же самые две объекта, ту же самую функцию, но просто записываете у нее, что действует она не из целых чисел в рациональные, а в обратную сторону. То есть просто формально меняете у нее местами буквки, откуда она действует и куда, не меняя саму суть объекта, саму суть морфизма. Такая чисто формальная штука называется двойственной категорией. Ну вот, например, диаграммами, как это можно обозначить. Да, еще раз. Например, если c – это категория множеств, то двойственная к ней категория. Не нужно думать, что f – это все еще функция на множествах. f – это... Ну, то есть в двойственной категории к категории множеств функции будут действовать просто... Это все еще та же самая функция, она на самом деле действует из x в y, но мы думаем про нее, как будто она действует из x в x. Не более того. Ну и вот это такой прием, который превращает все понятия в двойственные. Начальный объект категории – это то же самое, что терминальный объект двойственной категории. Произведение в категории – это то же самое, что копроизведение в двойственной категории. И так далее. Здесь хочу дать несколько примеров двойственности категорий. А если говорить чуть точнее, несколько примеров того, как какие-то категории эквивалентны к двойственным категориям, к чему-то еще. Опять же, потому что мы категории всегда рассматриваем... Мы вообще все рассматриваем с точностью деквивалентности, да. Я уже говорил про алгебраическую геометрию, где наука, которая занимается изучением решений систем полиномиальных уравнений от нескольких переменных, ну, точнее, исторически этим занималась. Вот в основе ее переформулировки лежала такая идея. Мы можем взять какое-то пространство, ну, например, взять обычную плоскость вещественную. Можем сопоставить ему какие-то функции на нем действующие. Ну, например, многочлены от двух переменных. И изучать вот алгебраическую структуру, которая образует эти функции. Они обычно образуют кольцо. То есть их можно складывать, их можно умножать, их можно вычитать. Или мы можем взять, я не знаю, сферу и взять пространство непрерывных функций на сфере и опять исследовать это кольцо, что-то пытаться про него понять. Вот. И поставили такой вопрос, а получится ли построить в обратную сторону это? Получится ли взять произвольное кольцо, ну, например, целые числа или, я не знаю, рациональные числа, целые числа, к которым добавили корень из минус пяти, и подумать, а может ли это кольцо быть кольцом функций на каком-то пространстве? Если да, то что это за пространство? Вот. Это пространство называется спектром кольца, это множество его простых идеалов. И... Ну, не просто множество, но там с топологией Зарискова. Вот. Неважно. Важно, что эта идея легла в основу дальнейшего построения и в итоге определили такой объект, как афинная схема. И просто по определению афинная схема – это объект категории, двойственной категории коммутативных колец. То есть здесь вот я говорил, что теория категории – она в самых основах алгебрической геометрии современной. Вот, например, где она появляется. Определение объекта просто строится на основе идеи о двойственных категориях. Ну, это не такой интересный пример, потому что это просто определение. А есть интересные примеры, которые являются не определениями, а теоремами. Например, если вы возьмете любое компактное холст-дорфо-топологическое пространство и возьмете непрерывные комплексно-значные функции на нем, то вы получите некую структуру, которая называется c-звездочка-алгебр. Коммутативный. И есть некая вещь, которая называется представлением Гельфанда, нетривиальная теорема о том, что можно по алгебре таких функций можно восстановить исходное пространство. И вообще любой алгебре таких функций, то есть любой коммутативной алгебре, ну, c-звездочка-алгебре, можно сопоставить некое компактное холст-дорфо-пространство. И это некая общая конструкция, то есть это некая конструкция, которая работает для всех пространств, для всех алгебр одинаково. И вот эту идею о том, что это работает всегда одинаково, можно выразить в теории категории тем, что эта конструкция дает двойственность категории. То есть категория коммутативных c-звездочка-алгебр эквивалентна категории, двойственной к категории компактных холст-дорфо-пространств. Вот и здесь, и в предыдущем примере есть слово «коммутативный». Ну, это логично, если мы возьмем функции, действующие куда-то, и будем их перемножать, то они обычно коммутативные у нас получаются. И тем не менее, людей, конечно, интересует вопрос, а что если они не коммутативные? Тогда совершенно непонятно, что будет в пространстве, на котором эти функции действуют. И без теории категорий это совершенно вообще невозможно этим заниматься. Есть такая наука, как некоммутативная геометрия, где, собственно, пытаются некоммутативным алгебрам сопоставить какие-то пространства. Ну, и пространство не в обычном, конечно, смысле, а в каком-то уже очень абстрактном, очень категорном. И там вообще тоже все строится на теории категорий. А кому это нужно? Это нужно, например, физикам в квантовой механике. Если вы слышали координата и импульс, это некоммутирующие, как они называются, наблюдаемые. Это связано с неопределенностью Гейзенберга и так далее. То есть для какого-то более глубокого понимания квантовой механики интересен вопрос, если координата и импульс — это координаты на каком-то пространстве. То что это за пространство, если эти координаты не коммутируют? Ну, вот есть там теория Мастоуна о том, что категория булевых алгебр изоморфа эквивалентна двойственной категории пространства Стоуна. Уж не буду вдаваться в подробности. Вот это интересный пример — двойственность Пантрегена. Категория локально-компактных абелевых групп двойственна самой себе. Это, ну, опять же, я, наверное, не буду вдаваться в детали, но смысл в том, что эта штука обобщает сразу и ряды Фурье, и дискретные непрерывные преобразования Фурье, и вообще все, что связано с фамилией Фурье практически. Это все очень общие вещи, которые вот работают, во-первых, в очень общем контексте. То есть можно строить, ну, что-то типа рядов или преобразований Фурье для произвольных там локально-компактных абелевых групп. Вот. И это везде, это для всех групп работает одинаково, и вот тот факт, что это работает одинаково, опять же, выражается тем в терминах теории категории, что это самодвойственность категории, что она эквивалентна двойственной к самой себе. Значит, есть такая штука, как Free Theorems, то есть не свободные теоремы, а что-то типа бесплатные теоремы, хотя может быть и свободные тоже, не знаю, как точнее перевести здесь. Смысл в чем? Мы уже видели, что в Хаскеле естественным преобразованием соответствуют параметрические полиморфные функции. Так вот, зная тип параметрические полиморфные функции, можно сделать вывод о том, как она устроена. Если мы считаем, что в функциях не используются всякие sec, undefined, еще всякие прелести Хаскеля, если она такая вот простенькая, честная, то можно сделать вывод о том, как она устроена. Например, если у вас функция из А в А, то ее нет другого способа человечески реализовать, кроме как принять Х и вернуть Х. Так как функция параметрически полиморфна, вы не можете использовать никакие данные о типе А, и поэтому вы не можете конструировать другие объекты типа А и так далее. Все, что вы можете, это просто вернуть Х. Если у вас функция, которая принимает любой тип, и возвращает пару из А и А, то опять, никаких других способов эту функцию реализовать нет. Ну, тут тоже понятно, функция своп, да? Функция, которая принимает любой тип, и возвращает список элементов такого типа. Опять же, она не может создавать новые объекты, она не может вообще ничего интересного сделать. И так как она должна работать одинаково для всех типов, то длина этого списка тоже всегда будет одинакова. Ну, она выйдет либо конечной, либо бесконечной. Я здесь предполагаю, что она конечная. Конечно, не очень честно, но... То есть по-хорошему здесь нужно написать, что либо F – это replicate N, то есть N раз повторить один и тот же объект в списке, либо это бесконечный список тоже из того же элемента. Или вот такой пример. Функция, которая принимает список любых элементов, возвращает просто int. Так как, опять же, она ничего не знает про тип A и должна работать одинаково для всех типов, все, что она может сделать, это взять длину этого списка и уже дальше с ней работать. Здесь же это произвольная функция из int в int. Какое это имеет отношение к теории категорий? Конечно, все эти вещи можно как-нибудь доказать без теории категорий. Ну, например, ну, наверное, какой-то индукции на термах, я не знаю. Но идея в том, что, зная соответствие параметрически полимородных функций, соответствия их естественным преобразованием функторов в Хаскеле, в теории категорий, ну, в Хаскеле и там, и там, можно перевести эти факты на язык теории категорий и уже использовать весь аппарат теории категорий. Там аппарата очень много. Как минимум, я не знаю, наверное, почти все, что здесь есть, можно доказать с помощью леммы Янеда. Да, я обещал Сене, что я расскажу вам, что такое монады. Для этого надо сначала рассказать, что такое моноидальные категории. Моноидальные категории – это такие категории, в которых можно умножать объекты, грубо говоря. И умножать так, ну, каким-то образом похожим на моноид. Что значит «похожим на моноид»? Это значит, что умножение ассоциативно, я этого здесь не написал, чтобы не захламлять слайд, но вот это вот умножение объектов, оно должно быть ассоциативно, опять же, с точностью до изоморфизма. И должен быть нейтральный объект. Опять же, вот этот нейтральный объект i умножить на x – это не обязательно равно x, это изоморфный x. Ну, примеров очень много. Возьмем категорию множеств. В качестве умножения возьмем декартовое произведение. В качестве нейтрального объекта возьмем любое одноэлементное множество. Получится моноидальная категория. Можем взять опять категорию множеств, взять дизюнктное объединение в качестве произведения, и можем взять пустое множество в качестве нейтрального объекта. Можем взять, вот этот пример третий, очень важный для линейной алгебры, для полилинейной алгебры, для квантовой механики, для квантовой логики, наверное. Векторное пространство возьмем над любым полем. В качестве произведения возьмем тензорное произведение пространств, в качестве нейтрального элемента возьмем само поле. То есть одномерное пространство любое. Получится тоже моноидальная категория, очень важная. Во всех случаях до этого у нас получались коммутативные моноидальные категории. Такого термина нет на самом деле, там есть тонкости, но суть в том, что А на Б было изоморф на Б на А. Вот в последнем примере это не так. Мы берем все функторы из категории в саму себя, да, я не сказал до этого, категорию функторов можно превратить в категорию, если взять в качестве морфизмов естественные преобразования. Берем здесь такую категорию. В качестве умножения берем композицию функторов. В качестве нейтрального элемента берем тождественный функтор. Вот. Получается моноидальная категория. Имея моноидальную категорию, можно давать еще больше интересных определений. Например, можно определить моноид в моноидальной категории. Да, звучит по-идиотски, но тем не менее это очень полезный объект. Моноид определяется, ну вот следующим образом, это умножение, это некий морфизм из М крест М в М, и определяется единица, то есть некое обобщение нейтрального элемента моноида. Все аксиомы можно выразить как некие коммутативные диаграммы. И вот почему это называется моноидом, если мы возьмем первый пример с предыдущего слайда, то есть категория множеств в качестве умножения декартового произведения в качестве нейтрального объекта любое одноэлементное множество, то моноид в такой категории это обычный моноид из алгопы, который вы, наверное, где-нибудь слышали. И вот если мы скрестим последний пример вот с этого слайда и моноиды, то мы получим моноиды в категории эндофунктор, также известные как монады. Если немножечко раскрыть определение, то умножение в такой монаде это естественное преобразование на функторах, а естественное преобразование на функторах это семейство функций, параметризованных объектом x. Короче говоря, это функция из m от m от x в m от x. В хаскеле она известна как join. Единица этого моноида это функция из x в m от x. В хаскеле известная как return. Если сейчас не видно связи, если вы достаточно долго помедитируете над этими несколькими слайдами, над определениями функторов и так далее, вы увидите, что действительно это все одно и то же. Небольшое замечание. В хаскеле монады определяются не через join, а через bind. в теории категории этому соответствуют тройки клейсли, они полностью эквивалентны монадам обычным. То есть задать тройку клейсли и задать монаду в теории категории это то же самое. Вместо умножения здесь вот такая операция звездочка, которая соответствует bind напрямую в хаскеле. Ну не напрямую, тут как видите flip, то есть нужно местами аргументы поменять, но понятно, что это по сути одно и то же. Моноидальные категории интересны тем, что в них можно строить струнные диаграммы. Эти диаграммы переоткрыты были сотню раз в разных контекстах. Вот, например, Фейнман их изобрел в терминах, в квантовой теории поля, называются диаграммами Фейнмана. Пенроуз их придумал для полилиния алгебры. Много раз такие вещи были придуманы. Значит, я в конце в ссылках, там последняя книга, она как раз про струнные диаграммы во всех в разных видах, в разных категориях. суть у них в том, что мы вот в обычных диаграммах мы рисовали как мы объекты рисовали некими блоками, а морфизмы рисовали стрелочками между ними. Здесь наоборот. Морфизмы мы рисуем блоками, а объекты мы рисуем какими-то нитями или струнами, как их называют. Подробнее вдаваться не буду, а на картинке, пример, вот я недавно увидел человека доказательства того, что в любом кольце сложение коммутативно. Исходя из всех остальных аксомов кольца, доказательства через струнные диаграммы вот примерно так выглядят. Внизу ссылочка, можете поинтересоваться. Я так понимаю, у меня осталось 5 минут. По минуте на слайд. Самое то. Во-первых, вы, наверное, слышали про изоморфизм Кари Говарда. Идея в том, что каждой какой-то логической системе соответствует некая система типизации. Вот на самом деле... Одна секунда. Вы хотите сказать, у меня еще 15 минут. Точность — это хорошо. просто Сеня говорил про час 20. Сеня, твое слово. У меня осталось 4 минуты или 14 минут? Сеня не знает. Спасибо, Сеня. Тогда я не буду слушать сам себя. Неважно. Давайте считать, что у меня осталось среднее от этого 9 минут. В общем, слышали, наверное, про изоморфизм Кари Говарда. Мне сказали, у вас был курс логики. Уж не знаю, рассказывали там про это или нет. Но смысл в том, что любой логической системе соответствует некая система типизации. высказыванием мы сопоставляем типы, доказательством мы сопоставляем функции. Вот на самом деле у этой таблицы есть третий столбец. Это называется соответствием Кари Говарда Ламбика. Ламбик тоже человек, занимавшийся теорией категории, логикой и много чем. всем этим вещам. То есть любой логике соответствует некая система типизации и им еще соответствует некий класс категорий. То есть некие категории с какими-то свойствами. Например, интунационистская логика соответствует Декартово-Замбук. Я уж не буду объяснять, что это такое. Линейная логика соответствует моноидальной категории, которую мы с вами недавно видели. И так далее. Если хотите углубиться, зайдите на NLAB. Что такое NLAB в конце? Будет ссылка. Будет слайд с ссылками, там будет про NLAB. И там найдите Computational Trinitarism. Там огромная статья про все эти связи интересные и так далее. Вот во оставшееся время давайте поговорим о том, почему есть проблемы с тем, чтобы считать, типы языка Haskell и функции являются категорией. На самом деле, если вы загуглите заголовок этого слайда Haskell is not a category, вы найдете очень много информации, там блокпосты, обсуждения на каких-нибудь там Stack Overflow, обсуждения на Reddit, очень много всего. Это всех волнует почему-то. Значит, в чем проблема? Мы говорили, что для определения категории не нужно сравнивать объект. Ну и здорово, не нужно так не нужно. Но нужно сравнивать морфизмы. Мы сказали, что в Haskell морфизмы это функции. что такое равенство функций в Haskell совершенно непонятно. Можно несколько способов дать, есть несколько способов определить равенство. Можно так, можно сказать, что функции равны, если они синтаксически равны. То есть, если, ну, они буквально символ по символу совпадают, но с точностью до пробелов наверх. это очень плохое определение, потому что тогда очевидно функции, делающие одно и то же, будут считаться неравными. Да, вот, например, функция first, возвращающая первый элемент пары, или функция, которая меняет их местами и потом возвращает второй. Ну, понятно, что это одно и то же, но функции будут неравны. Наверное, мы этого не хотим. Как было бы правильно это понимать? Нужно бы понимать, что функции равны в денотационном смысле. Что это такое? Вообще, денотационная семантика это сопоставление, ну вот, например, какой-то системе типизации, какому-то исчислению, сопоставление каких-то реальных математических объектов. Для обычной бестиповой, для бестиповой лямады исчислений это было впервые сделано данной с кодом, и там ну это адок. Не прям очень сложно, но это такое, нужно посидеть и поразбираться, там лямадо термом соответствуют, там строится некое очень особое линейное частично упорядоченное множество, лямадо термом соответствуют элементы этого множества, там как-то определяется на них операция применения и так далее. это довольно сложная тема. И вот если бы мы построили для Хаскеля денутационную семантику и сказали, что функции равны, если вот они равны в денутационном смысле, если при сопоставлении всем функциям каких-то математических объектов, ну вот буквально математические объекты равны. В математике мы почти всегда умеем что-то сравнивать на равенство. Проблема в том, что такой вещи, как денутационная семантика Хаскеля нет. Не в смысле, что это невозможно, но по всей видимости считается, что это настолько сложно, что никто этим никогда не занимался и не будет заниматься. Ну, насколько я понял из всех этих обсуждений. Хорошо, если мы не умеем сравнивать морфизмы, что делать? Мы же не умеем сравнивать объекты и как-то живем. Что делать, если мы не хотим сравнивать морфизмы тоже? Не хотим сравнивать функции? Но тогда нужно нам договориться о том, что такое изоморфизм функций, изоморфизм морфизмов. Это приводит нас к два категории. Если быть точным, это слабые два категории. Не спрашивайте, что такое сложные, не в смысле строгие категории. Что такое два категории? В ней есть объекты, так же, как в обычной категории. В ней есть морфизмы между объектами, так же, как в обычной категории. И в ней есть два морфизма, они так называются, между морфизмами. То есть у вас есть объекты, какие-то точечки, у вас есть обычные стрелки между точечками, и у вас есть стрелки между стрелками. Все актемы для морфизмов выполняются не с точностью до равенства, а с точностью до изоморфизма, в смысле два морфизма. Это может чем-то напоминать триангуляцию, если мы рассмотрим объекты как точки, морфизма как ребра, а два морфизма как грани. Здесь есть какая-то связь с топологией, с геометрией, об этом много говорят, я в этом не разбираюсь, но какая-то связь точно есть, я очень много видел, как люди об этом говорят. В таком определении есть проблема. Нам нужно уметь сравнивать два морфизма. Нам уже не обязательно сравнивать обычные морфизмы, но теперь нам нужно сравнивать два морфизма. Для того, чтобы наложить какие-то свойства на них. Потому что, опять же, какие попало, они не должны быть, у них должна быть композиция своя соответствующая, эта композиция тоже должна быть ассоциативна, и так далее. И это приводит нас к понятию бесконечность категорий. В бесконечность категории есть объекты, есть один морфизм между объектами, есть два морфизма между один морфизмами, есть три морфизма между два морфизмами и так далее. Все аксиомы для обычных морфизмов выполняются с точностью до два изоморфизма, все аксиомы для два морфизма выполняются с точностью до три изоморфизма и так далее. Проблема в том, что за аксиомы. Штука в том, что с каждым шагом они становятся все сложнее и сложнее, они известны также под названием Coherence Diagrams. Вроде бы сейчас знают, как эти аксиомы должны выглядеть до три морфизма включительно, или четыре морфизма. Я не особо слежу, но что-то в таком духе. И как там правильно все определить, как что с этим делать, это область очень активных исследований, про это тоже есть книжки, если вы загуглите Infinity Category, очень много всего. И вот такие категории как раз в смысле изоморфизма Кари Говарда-Ламбика, такие категории соответствуют чему-то типа гомотопической теории. Там опять же есть свои особенности, но приблизительно так. Ну вот ссылочек немножечко. Первое, это такой сайтик, где пытаются все на свете сформулировать с точки зрения теории категории, причем если получится с точки зрения бесконечной категории. Вот, очень интересно, можно посмотреть. Там в основном, конечно, математика, логика, местами физика. Вот, книжка Маклейна категории для работающего математика, более-менее стандартный учебник, но ориентированный все-таки на математику. Вот у Барта Жамилевский, это третий пункт, есть книжка «Теория категории для программистов» с очень здоровыми, интересными картиночками. Вообще у него блок очень интересный, он там рассказывает про теорию категории с примерами в перемешку на Хаскеле и на C++. Четвертая книжечка, вот это Джон Байерс, о котором я говорил в университете Риверсайда, который занимается прикладной теорией категории. Вот у него есть книжечка с таким интересным названием, где он пишет о параллелях между всем перечисленным, физикой, топологией, логикой и центральным объектом, конечно, выступают категории. То есть все эти параллели описываются как эквивалентности каких-то категорий, как какие-то естественные преобразования и так далее. А вот последняя книжечка – это про струнные диаграммы, которые были n слайдов назад. Я потерял. Про такие диаграммы и разных разновидностей, их очень много. Опять же, про это есть вот целая книжечка. Ну, конечно, не одна, про это все очень много всего написано. Вообще, конечно, читайте книжки или статьи, хотя бы даже в Википедии, очень будет полезно. На этом, наверное, все. Спасибо. Спасибо, Никита. Лекция была записана. Я думаю, что там вроде как к каждому участнику придут ссылки. Собственно, потом вот решим. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я думаю, мы с удовольствием готовы на них ответить. Вопросов нет. Спасибо за лекцию. Пока. Пока. Как Боженька просто рассказал, все понятно. Спасибо тогда всем. Спасибо, Никита. До встречи. Был рад. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...